В эфире поди и на телеканале ЛОД в студии Юлия Бетимерова. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. Не допустить ввоз оружия, взрывчатки и проникновения диверсионных групп террористов в Луганскую область. Такова боевая задача Волынского батальона «Свитязь». Первый заместитель руководителя госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины Олег Мельчуцкий привез в Весечанск немецкую спецтехнику. В Луганске продают колбасу из крыс. Эпидемия африканской чумы свиней не помеха. В Новайдарском районе выращивают здоровых поросят. Не допустить ввоз оружия, взрывчатки и попыток проникновения диверсионных групп террористов в Луганскую область – это лишь часть задач, которые выполняют бойцы Волынского батальона милиции, патрульной службы особого назначения МВД Украины «Свитязь». О буднях одного из 12 милицейских спецподразделений, расквартированных в нашем регионе. Далее в сюжете. Рукопашный бой, разбор автомата с закрытыми глазами – все это умеют бойцы добровольческого батальона «Свитязь», который сформирован в июне прошлого года в Волынской области. В нем служат как бывшие военные правоохранители, так и люди других профессий. За это время батальон участвовал в боях за Иловайск, Дебальцево, Углегорск. Заместитель командира батальона до войны работал директором одной из волынских шахт. Он помнит каждый бой и всех побратимов. Кто погиб, кто были ранены, тяжело ранены, стали инвалидами, кто ходит, носит осколки до сих пор. В первую командировку под Весеноватую мы уехали 40 человек. В Иловайск заходили 30. Вот там четверо остались целые только. Севера наших ребят остались навсегда. Самому младшему было 19 лет, старшему 40. У бойцов есть свои талисманы, а у батальона флаг Украины, который переезжает вместе с ними. Сейчас в Углегорске у нас этот прапор. Он был натянутый, но был чистый. Кто-то подошел и на нем написал «Слава нации». Потом кто-то трезуб намалевал. Потом «Слава Украине». И потом пришло, добавляли уже, написал вирш. Третий раз боец с позывным кубик празднует день рождения не дома. Так как я служил два года в армии, то два день рождения от Цветкова в армии и третий уже тут. Построились, поздравили и сразу на задание. Бойцы уверены, что освободят землю от оккупантов и те, кто был вынужден покинуть родные места, вернется домой. Юлия Тенеева, Вадим Цветков, Падии. Спасатели Лисичанска получили новую спецтехнику из Германии. Насосы, дыхательные системы, гидропилы, каски, пожарные рукава, генераторы и компрессоры привез первый заместитель руководителя государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины Олег Мельчуцкий. Он вручил спасателям нагрудные знаки, грамоты и отметил, что все силы ведомства сосредоточены, чтобы решить проблемы нехватки и износа оборудования при фронтовых областях. Александр Шелест продолжит тему. Центр Лисичанска. Возле пожарной части со спасателями общается второй руководитель службы по чрезвычайным ситуациям Украины. Олег Мельчуцкий только вчера из Краматорска. При фронтовые области для ведомства говорит в приоритете. В этом году впервые за 6 лет из госбюджета закупят 42 единицы пожарно-спасательной техники. Большинство отправят в прилегающие к линии разграничения города. Но пока тендеры и процедуры спасатели довольствуются помощью из Европы. На этом спецоборудовании ни слова по-русски, украински или английски. Это помощь правительства Германии. Лисичанским спасателям его вручило высококиевское начальство. Кислородные баллоны, маски, генераторы, пожарные рукава, компрессоры. В общей сложности немецкого оборудования в Лисичанск прибыло на сумму 8 миллионов гривен. Кроме техники, полковник Мельчуцкий привез нагрудные знаки за отвагу в чрезвычайных ситуациях и ведомственные грамоты. Спасатели, в освобожденных год назад в городах и селах Луганской области, долгое время работали самоотверженно и, что называется, голыми руками. Большая часть материальных средств и техники была незаконными формированиями. У нас выбрана, но, как говорят, неизваживая, что это все, скрепляли зубами, выполнили задачи. Теперь скрепить зубами лисичанским спасателям не придется. Немецкие спецсредства сразу распределили по пожарным частям городского управления. Александр Шелест, Вадим Цветков, Падии. На Луганщине относительное затишье. В Луганске продают колбасу из крыс. А гуманитарку в незаконный ЛНР получают только боевики. Далее об этом в обзоре. За прошлые сутки активные боевые действия зафиксированы только в станично-луганском районе. Так ночью из минометов террористами обстреляны село Болотино и село Сизое. Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации. Сам районный центр боевики обстреляли из стрелкового оружия. В результате обстрелов на блокпосту получил ранение военнослужащие 128-й бригады. Руководитель Луганской области Георгий Тука отметил такое впечатление, что террористы в последние дни пристреливались из запрещенного оружия, а теперь просто ждут, как на это будет реагировать международное сообщество и Украина. Жительница Луганска приобрела в одном из магазинов города сырокопченую колбасу по 108 гривен за килограмм, а когда разрезала ее, обнаружила кусок черной шерсти. С этой находкой Луганчанка обратилась к производителю в санслужбу. Об этом пишет сайт 0642, сообщают патриоты Украины. Женщина купила в магазине сырокопченую колбасу под названием «Оригинальная». Разрезав ее, она нашла кусок с черной шерстью мыши или крысы. Цитата. «На мои замечания, сделанные производителю, мною была услышана фраза «Нечего цепляться, сейчас и так трудные времена». Конец цитаты. СС Луганчанке в помощи отказали. Мало того, что люди оказались в заложниках у оккупантов, теперь им приходится питаться отходами и крысами, еще и платить за это деньги. Российская гуманитарная помощь, которая приходит в Луганск, попадает только к боевикам, а также разворовывается обслуживающим персоналом, приближенным главарям незаконной ЛНР. Об этом сообщают новости Донецка. Местные жители рассказывают, что гуманитарную помощь растаскивают все – водители, повара, начальники складов. Остальные в лучшем случае могут купить ее в супермаркетах, народной или на рынках. Главари террористов в очередной раз доказывают, что жизнь обычных людей их не заботит. Подобные бесчеловечные выходки боевиков приведут к голодомору на Донбассе. Это еще не вся информация. Далее в выпуске. Эпидемия африканской чумы свиней не помеха. В Новоайдарском районе выращивают здоровых поросят. В Лисичанске утвердили 14 проектов по улучшению водоснабжения. В Луганской области нет дефицита препаратов антиретровирусной терапии для лечения ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом. Об этом сообщила главный врач по профилактике и борьбе со СПИДом Юлия Трощей. В июне необходимые препараты доставлены в область. Почти 2000 ВИЧ-инфицированных людей состоят на диспансерном учете на контролируемой территории области. Их количество может увеличиться, считает Юлия Трощей, так как на оккупированной территории антиретровирусные препараты закончатся до конца августа. Луганская область наиболее подвержена распространению африканской чумы свиней, поскольку в регионе запрещена охота на основного переносчика болезни – дикого кабана. Однако и в этих условиях специалисты одной из свиноферм Новоайдарского района знают, как вырастить здоровых поросят. За жизнью животных наблюдал наш корреспондент. На свиноферму в Новоахтырке попасть не так уж и просто. Территория по периметру огорожена и пускают сюда только работников. Для нас сделали исключение, правда при условии соблюдения дресс-кода. Всем остальным путь сюда закрыт. Закрытый режим работы, полностью закрыт. То есть нет доступа ни котам, ни собакам, ни диким кабанам, которые могут с леса прийти. То есть все это контролируется. Тем более везде – деск-коврики, деск-барьеры, где заливается специальный раствор дезинфицирующий. Это маточное отделение. Тут маленькие свинки появляются на свет и 28 дней находятся возле матери. Здесь нечистоте могут позавидовать многие больницы. К тому же тут есть климат-контроль и горячая вода. Для свиноматок стоят специальные станки, которые не дают раздавить потомство. А для поросят есть коврики с подогревом, на которых они отдыхают. В 28 дней делается отъем от свиноматки. До 4 месяцев в отделении доращивания набираем определенный вес. И переводится в отделение интенсивного откорма. А это уже отделение интенсивного откорма. Тут поросята живут свои последние месяцы на ферме перед продажей. Вместе с ними живет их отец Кристофер. Кристофер, ты бы встал для приличия. В отличие от своего отца, поросята с большим интересом отнеслись к гостям. Хотя, по словам ветеринара, их лишний раз лучше не беспокоить, так как это их территория и они могут повести себя агрессивно. Все прям как у людей. Формируется определенная иерархия. Есть главарь, есть лидер, есть там менее важный в этом всем. И когда попадает чужой, его просто могут и забить. Когда поросята достигают 110 килограммов, их уже можно продавать. На данный момент на ферме 2500 свиней. Хотя база позволяет выращивать и 6000. Сейчас все упирается в маленький рынок сбыта. Но это уже совсем другая история. Алексей Виноградов, Иван Полупанов, Подии. В Лисичанске подготовили 14 проектов по улучшению водоснабжения. Цена вопроса 72 миллиона гривен. В городе ликвидируют графики и обеспечат круглосуточную подачу питьевой воды. Если поможет государство. В этом убедились наши корреспонденты. Главная задача местной власти создать комфортные условия горожанам. Бесперебойная подача воды – один из важнейших факторов этих условий. Над решением проблемы работает специализированное предприятие Лисичанскводоканал. Сейчас на балансе предприятия 690 километров водоводов, 6 подземных водозаборов, 5 очистных сооружений и порядка 500 работников, обеспечивающих подачу воды в дома жителей города. Основная проблема – высокий износ сетей и отсутствие финансов на их замену. Для улучшения водоснабжения домов многие люди сами приобретают трубы, а водоканал проводит работы по их замене. При помощи жителей на сегодняшний день заменено порядка 4 километров водоводов. А будем говорить со своего финансирования, то есть доходной части, у нас где-то около 500 метров трубы заменено в госсекторе. Там, где заменить трубы не удается, проводят аварийно-ремонтные работы. Если это связано с большими потерями воды, вопросы решаются в первую очередь. Сложнее с магистральными водоводами. Самый проблемный участок – Лисичанск-Белогоровка. На сегодняшний день самая главная наша задача – это поменять Белогоровский водовод участок до 108-го пикета. И от 108-го пикета до насосной станции Лисичанск. По словам чиновника, если удастся заменить этот участок, то весь город круглосуточно будет с водой. Городская власть и коммунальщики подготовили 14 проектов на общую сумму в 72 миллиона гривен и обратились к государству за помощью. Как говорит Олег Голуб, их просьбу услышали. Проект рассматривается и сейчас город в ожидании включения в программу по финансированию. Иван Полупанов, Илья Трофимов, Падеи. И о погоде на 13 августа. В Луганской области малооблачно, без осадка. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15-20 градусов, днем 32-37 градусов тепла. В Северодонецке температура ночью плюс 18-20 градусов, днем 34-36 градусов тепла. В Луганске температура ночью плюс 18-20 градусов, в днем 34-36 градусов тепла. На этом все. Самая свежая информация о событиях в Луганской области на сайте LotoGUA и в новостях Радио Пульс. Обязательно встретимся на нашем канале. Я желаю вам только хороших новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова